МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас были и российские туроператоры, и польские туроператоры, американцы. Репортаж Татьяны Крештафович. Християнство – религия любови. Выстава, присвеченная 1025-годью хрещенней Руси, открылась в Жодзине. Выставка наша – это своего рода торжество православия, торжество христианства. Аграры меньшины уже намолотили свыше 300 тысяч тонн сбожья. На двор я нареште спрыяю уборочной кампании. Так, господарки Любанского района за один погодливый день намолочивают свыше 1000 тонн сбожья. Спочатку комбайны працуют на полеглых участках, затем переезжают на уродливые. У кооперативе Заболыцки Любанского района завершают уборку азимых атратикалей. Уроджайность, не глядя на затяжную зиму и засушливую весну, высокая, каля 50 центнеров с гектара. Мы решили справиться с тем урожаем, который есть, с той техникой, которая есть. Только в этом году прибрали несколько новых тракторей, кощилок и буквально вчера признали уже шестой пресс. Я думаю, это будет большое для нас подспорье в работе по уборке и соломы, и просывание зеленой массы в пленку. У целом же на Любаншине сё лет спадяются отримать добрую раджайс Божжа. А лишь по попередних прогнозах аграрую, он будет на 10 центнеров ниже, чем летость. На допомогу вязковцам выходят представники городских организаций. Не будет проблемы с техникой. За пушные три года господарки Любаншины истотно обновили комбайновый парк. Уборка идёт, в принципе, слаженно. Имеем 17 комбайновых экипажей. Все комбайны исправные. 15 единиц техники на отвозке. Сразу убираем, как вы видите, следом солому. Суточный вал зерна, который мы убираем. Дорабатываем. К утру уже все практически сушилки свободные. И готовы принимать зерно. Да, иншухты. Дорожная трагедия по Целегорскам. Двое молодых людей загинули у авары, каля вёстки Кастрычницкая. Здарыня отбылось и у субботу, каля опоначи. 26-ти годовый же Харлюбанскаг района не справился с керованием. Автомобиль вылетел с дороги и урезался у древа. Паводли правоохонника у Керодца был позбавлены праву. Разом зиму машине ехал непрацуючий 25-ти годовый же Хар Солигорска. И он так само загинул на место трагеды. Усё про отпочинок один областный информационный центр туризма у перспективе з'явится у центральном регионе. Такую пропагну выказал старшиня Минаблываканкама Барыс Батора. Пакуль же на Миншине працуюць 4 районные информационные центры. В Воложинске з'явился усягого тому, але мясовые навукуцы уже створили сайт, базу экомузею, рамесников наладили продаж сувенирной продукции. С подробностями Татьяна Криштафович. Информационный центр по устойливым развитиям, который с месельским предпринимательством Воложинского района працую меньше за год. Пакуль это пробный проект, але с перспективой и будущим. Лечасе организаторы. Денечай центр на базе областной спорты у нас даравленчай базы Галактика. Месца спрыяя. Например, только агросадеб в регионе, коли 30-ти, есть экомузей, денечают десятки рамесников. Цель развития агроэкотуризма не только Воложинского района, но и основной Воложинский район. Потому что у нас уже зеленые маршруты мы разработали совместно с нашими партнерами. Ну и плюс действительно показать свой Воложинский край, что он действительно зеленый, красивый. И чтобы действительно только ради туризма. Семинары круглые стали сустры. Чехерафик-центры расписаны на месяц. И он, как звучное звено по межсельским предприниманникам и туристам. Вельми активно працует центр. И он притягнул до себя уже увагу не только белорусских аматеров туризма, но и замежников. Так само у нас были в гостях уже и российские туроператоры, и польские туроператоры. Американцы у нас так само были. Мои ценовы, это люди, которые потом несут идеи наши, и несут идеи нашего развития агротуризма в свои регионы. Дорогие, сама база сегодня свыше популярна в спортивном осиароде и туристичной плыне. Она оснащена усим необходным спортивной школой высшейшего Узроню. Тут активно проводят тренировки и с поборницей. Зараз залы и пляцовки делят спортсельники вольной бородьбы, бокса, тенниса и лыжники. Здесь очень хорошая база в каком плане? Для нас, борцов, даже есть борцовский ковер. Это уровень республиканской базы в стайках, даже некоторые условия. Вот такого поля в стайках дети не смогут поиграть. Там это для профессионалов. А здесь разрешается просто вот ребенку, простому школьнику нашей республики, просто поиграть в футбол на таком прекрасном поле. Это тоже очень прекрасный тренажерный зал. Не первый год так с корыстью проводят свое лето юные простойники. Вольные бородьбы тренировки, сумешаясь с западшинком на свежем поветру у Янаку и вы не клепше, отзнашают тренеры. Когда ты тренируешься в закрытом помещении, не хватает дыхания. Ты дышишь и чувствуешь воздух такой совсем по-другому. Когда на свежем воздухе тренируешься, действительно как-то второе дыхание открывает. Много спортсменов, очень хороших ребят, с которыми действительно даже пообщаться интересно. Незнакомые боксеры приехали с нами, лыжники. То есть интересные ребята, в принципе, поговорить можно. Ну, общие интересы. Занимаемся спортом, здоровый образ жизни. Не гречи на то, что база уже прямая гостей, тут протягивается реконструкция. Отповедно державной программе развития туризма у объект, что вот укладываются сродки. Всю летний год не выключение 2 миллиарда рублей подать на жилый корпус, який худко меркует пероотворить у хостел. Татьяна Крештофович, Юрий Никитюк, Миншина. Лазурная люстырка сотни жахару и гостей Мядила приняли удел у святи в озеро. Нарачанский район традиционно славится своими водными акваторами и что год запрашая на календарные и семейные обрады с текабыми гульями и адметными танцами. На этот раз же хары Миншины приняли удел у десятках майстер-классах, по середневечных танцах и рамёствах. Гости свята побачили выступления аквабайкеров, поудельничали у спаборництвах по пляжным волейболе, подзявились на водно-пенное шоу. Популярностью корыстались концертные пляцовки, где на строй узнимали аматорские мастацкие коллективы Миншины, а так само детячие аттракционы. И опошнее християнство «Религия и любовь» выстава, присвеченная 1025 годзю «Хрещение Руси», открылась в Жодзине. У мясцовой библиотекции десятки книг рассказывают наведывальникам про историю старожитной Руси, православной церквы и о ей сегодняшний день. Сарод экспонатов не только книги и периодичные выдания на религионную тему, але и мультимедийная коллекция документальных и мастацких духовно-осветницких фильмов. Библиотекары у роли экскурсоводов допомагают наведывальникам опынуться у соправданном храме. Святому равноапостольному князю Владимиру молятся от всякого зла, от смертельных болезней, ну и от прочих бед, напастей. На выставке еще представлена молитва, то есть православные могут еще получить экземпляр этой молитвы, помолиться. Именно вера несет с собой истинные ценности. И вот истинные ценности христианства в добре, в любви к ближнему. И как бы выставка наша это своего рода торжество православия, торжество христианства. И на сегодня у меня не усю. До встречи и заставайтесь на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон»!